ну чё здорово народ с вами джон он же на отдыхе 312 но без контента мы остаться не можем поэтому сегодня в этом ролике будем обозревать 2 ну еженедельный властной блог который вышел на панже 0 4 там попробую провести через какое-то время стримы но видите да у меня тут час оформления нету вебка такая себе и может быть микрофон там я не знаю вам будет бить по ушам но старин я просто сейчас нет с другого компа выхожу на связь так сказать ноута и могут быть такие вот провиссоны в качестве но надеюсь мы это переживем все-таки пообещал что пока буду отдыхать все-таки так или иначе видосы про 2 и прозру запишу ну соответственно мы здесь вот потом может быть как-нибудь отдельно расскажу собственно как отдохнул что делаю и так далее в общем после вашего лайка подписки на канал про жазика польша по всем ссылочкам сами ролика для поддержки стримера мы собственно начнем я уберу что то что ко мне прилипло ну ладно собственно команда сообщества 10 не 2 на этой неделе в 10 мы готовимся к 10 и 2 к свету до следующего крупного обновления контента осталось меньше недели и мы этому очень рад список тем на неделю обзор прямой трансляции разработчика предварительный просмотр игрового процесса для разработчиков финальной формы состоится 9 апреля обновление пвп налетной команды обновление баланса оружия снижена стоимость фрагментов не так как я понял да ну который там выбиваются пропуск компаний нового света и всяких там не лайтовских штук да ну это для новичков новая боя для рабочего стола light experience обновление чата по умолчанию железное знамя возвращается на да но на этой неделе у нас со 2 апреля по 9 плюс еще будет с 30 апреля там по 6 мая вроде или как-то так не помню короче в этих числах подробности испытаний на легенде в осаде новые режимы которые у нас запустятся с 9 апреля там я думаю с 9 апреля у нас собственно я вот уже полноценно вернусь и полноценные стримы тоже отчет службы поддержки игроков у нас искусство и кинцо недели ну что ж смотрим прямая трансляция разработчиков десни 2 на пути к свету мы тут уже этот стрим посмотрели отдельно то есть нам там были представлены две экзотических миссии одна нашел по червям вторая на нулевую ревизию точнее на идеальную эпидемию до любой час испытаний называется на русском языке у нас это активность в принципе пока мы все это дело обозревали я уже рассказал да про это то что шоу по червя это одна из первых точнее это первая классическая миссия которая появилась у нас первой части соответственно многие любви и очень любят многие люди и просили ну и круто что панжи все-таки его защищает там у нас выпадал шоу по червям сейчас он у нас тоже будет будет он экзотическим будет он третий слот опять же и он будет крафт и у него будет целая куча разных первых которые мы уже рассматривали на видосе на стриме банджи из примечательного там будет концентрация и размеренное дыхание что касается час испытаний то там точно так же это у нас точно так же будет эта миссия и вернут вернут также идеальную эпидемию она будет крафтовой и принципе как бы сказать там интересное сочетание по-моему есть сорви голова и перк на урон а и наниты да не не сорви голова а головорез и наниты ну-ка изначально там перку идеальной эпидемии дополнительные варианты крафта после получения технического оружия в каждой из повторных миссий станет доступно новое задание это позволит вам разблокировать дополнительные возможности крафта включая улучшение уникальных свойств каждого оружия новый квест будет доступен каждую неделю в течение трех недель что касается обновленных кораблей в дополнение к новому экзотическому оружию которую вы заработаете вы также сможете заработать обновленные версии классических кораблей шопа предложит новый корабль сновленный внешним видом care of the worm это корабль который у нас был в оликсе в рейде связан с гибелью короля в первой части вдохновлены также тысячами крыльев то в то время как часто испытаний предложат вимана джанкер то есть хлам ну я не знаю этот корабль вообще никому практически не нравился его вернут и окей пусть будет сам также с одновленным внешним видом построен на каркасе скраба с цп-717 издавленный аутбрейком перфитом то есть он кстати он будет стилистике и получается идеальный эпидемий ну что ж хотя бы так также нам помимо этих двух экзотических миссий показали новый плп-карты так упоминалось ранее в в обед 22 февраля мы рады выпустить три новые карты по по 7 мая хотя эти карты также будут доступны по листа 6 на 6 таких как контроль они были специально созданы с учетом игровых режимов три на три включая доминьон господство выживание и наш новейший режим столкновения ну как-то так вроде бы он называется на русском хотя столкновение у нас так есть оба и режим банджи не с новыми картами вы сможете насладиться новыми локациями которые вы еще не исследовали попы включая европу на и амуну и терраформированный корабль пирамиду то есть у нас тут и вентит лаборатории на европе циррус плаза на не амуне диссонанс корабль пирамиды мы также глубже будем изучать эти карты по мере прибавления приближения анекдоте релиза то есть переделка персонажа у нас будет доступна касаемо там тела всего остального чуть попозже сейчас а тут у меня нету кнопки стоп ладно будем тогда так ориентироваться в нашем 2b от 18 января мы раскрыли наши планы по добавлению повторной настройки персонажа в действие 2 перед запуском финальной формы во время прямой трансляции на этой неделе мы объявили что 9 апреля в на пути к свету появится новая кастомизация персонажа а то есть это будет даже не придется финальную форму ждать с этим обновлением вы сможете изменять внешний вид своих стражей в любое время без какой без каких либо затрат или ограничений на количество изменений для этого просто запустите действие 2 и заметите новую опцию при наведении курсора мыши на персонажа на экране выбора персонаж хотя вы можете изменить их телосложение лицо волосы головы отметина имейте ввиду что изменить одно проект происхождение другой например шейка экса или пробудившего все будет невозможно ну раз упоминять и за то можно будет если вы создали какую-то страхолюзию и иду при что вы зайдете сюда на 9 до 2 за старые лет на десять как я да то окей можно будет хотя бы на самом деле изначально себе хороший персонаж делал потому что первые полчаса я понял что я в этой игре буду надобно дополнительные смены имени ника вашего доступно будет 9 апреля 10 и 2 к свету также предложат всем игрокам возможность дополнительной разной смены имени бесплатно 9 апреля после выхода обновления вы сможете войти в банджи нет и изменить свой банджа идти используя эти подшаговые инструкции если вы не воспользуетесь нашей предыдущей возможность изменить имя теперь у вас будет две выбирайте сму как-то так далее у нас тут ожидается рейдовые испытания пантеон вроде бы как мы рассказали несколько слов о пантеоне но брейдом оси до точнее не на новом рейдовом поиске новые рейдовые настройки которые стартуют 30 апреля пантеоне у вас будет возможность сходить с рейдовыми постами в еженедельном соревновании с возрастающими трудностями и награда это шанс сплотить свой клан или использовать сборщиков группы на поиск боевой группы через игру чтобы принять это испытание у нас будет больше деталей по мере приближения релиза новый опыт опущения свету мы также поделились подробностями некоторых обновлениях которые мы вносим в игру нового света и о том как игроки могут взаимодействовать с ней если вы пропустили нашу прямую трансляцию ниже у нас есть полная информация после обновления баланса оружия предварительный просмотр игрового процесса для разработчиков финальной формы у нас будет присоединяйтесь к нам ну собственно 9 апреля в 19.30 по москве когда банджи собственно будет проводить стрим по финальной форме они поделятся с нами новыми деталями игровым процессом из финальной формы во время предварительного просмотра игрового процесса естественно все это будем смотреть переводить рестримить так что заходите все это будет у меня на твиче на ютюбе на вк-плее как обычно как вы любите мы рады показать вам над чем работали помимо просмотра нового процесса вы получите некоторое представление о разработчиках и сможете заглянуть за кулису того что вы сможете ожидать путешествие страннику обязательно настроитесь и присоединяйтесь к нам вы не захотите это пропустить то есть опять же это будет в 19.30 по москве где это можно будет посмотреть на твиче на ютюбе в тиктоке прости господи ну ссылочки у меня там для кого кому будет интересно будут на канале на твиче и может быть я на ютюбе тоже скуплю варен трансляции кто-то захочет там это без меня посмотреть ну или получить да ну вам по-любому надо будет если вы захотите стрим с нашими комментариями смотрите с переводом и одновременно получить эмблемку там будет параллельно открыть стрим банджи предварительный просмотр игрового процесса для разработчиков финальной форме также принесет с собой новое обновление твиче если вы будете смотреть не менее 15 минут вы сможете заработать новую эмблемку тигрис фатии вот то есть вот такая вот красивая эмблемка с рысью там и так далее и если вы стеснялись показывать эмблемы толстку хелт тир и от аймон здесь и два прямых трансляции рабочих вы сможете заработать прогресс получение из фильмов во время нашего предварительного просмотра игрового процесса для просмотра тех кто вам дорог требуется один час со временем как это даем остается посещение трех часов всего просмотра то есть да скорее всего кстати с того что это рассмотреть надо будет не менее 15 минут я подозреваю что трансляция будет короткой но где-то на полчасика так что я думаю у нас получится и трансляцию посмотрите потом сразу другую раз ну по крайней мере когда на серваке пустят потому что ну бесплатное дополнение много народу будет катить войти и может нас не сразу пустить надеюсь пустят более менее через 10-15 минут и как раз успею этот ролик обработать так что да запись у меня будет отдельно на канале всего этого дела то у не успеет прямом эфире посмотреть так что не переживайте ну вот собственно те кто не успел получить эти две имплеты во время предыдущих строго банка можно это будет делать во время этого стены обновление пвп налетной команды всем привет и добро пожаловать на очередное обновление пвп налетной команды этой неделе будет поменьше просто потому что большая часть нашей работы над этим релизом была стояточна на доработке пакетов пк который будет в мае однако помимо измене балансе оружия в котором пинали пару недель назад у нас еще несколько важных и которые бы хотели обсудить и так давайте приступим делу соседалка для обновления 736 но уносим некоторые изменяя в игровой режим присутствует на боя листе удаляем удаляем выживание и спешку как бы сказать и спешку обратный отчет но обратный отчет хорошо что удаляете нафиг он нужен но почему выживание удалять выживание же вроде более-менее всем устраивало и они собираются заменить на 3 на 3 столкновение на коллизию а для коллизии мы сменили расположение некоторых зон на карту как мертвые скалы и восток основываются на отзывах в лаборатории ну 3 на 3 столкновение окей коллизия не совсем понятно что это будет но может быть они позже объяснят с одной стороны обидно что убивает убирает выживание другой стороны обратный отчет мало кому нравился так что мы не буду не будем по этому режиму спущать ну ладно столкновение мы также заменим систему подсчета боеприпасов на систему ящиков с боеприпасами в коллизии тестировался волатолик система ящиков для боеприпасов разрабатывал с учетом того что банжи тестировали но внутри компании мы также ну банжи да некоторое время тестировали столкновение с ящиками преимущество системы ящиков особенно в игровом режиме столкновение заключается в том что она продолжает способствует перемещению по карте и помогает сдерживать пассивную командную игру которая может иметь место когда на карте нет целей которые иным образом стимулировали бы поток людей в зонах взаимодействия и из них это изменение приведет к небольшому чистому увеличению доступности специального боеприпасов в соседалке по сравнению с системой подсчета боеприпасов но при этом в целом снизит показатели возрождения которые были до обновления 735 испытания мы слышали о том но отзывы да что экономия специального боеприпаса в испытаниях хотя и улучшалась пока окажется не совсем правильно итак в течение первых двух недель обновление 736 мы будем экспериментировать с ним чтобы собрать дополнительные данные первую неделю испытаний мы запустим так называемую неограниченную систему специальных ящик с боеприпасами при которых все четыре ящика боеприпасы появляются в каждом раунде по одному при первоначальном появлении каждой команды и два в нейтральных локациях игроки у которых есть специальный боеприпас сбросит их при смерти когда будут убиты то есть они решили вот систему checkmate поменять на зеленые ящики которые у нас по сути были в первой части но первая часть у нас все это начиналось с того до того что мы бежали чтобы замочить противников которые бежать зеленых патронов ну ладно пусть экспериментирует фиг с ними типа я не думаю что ситуация станет еще более кринжовой потому что ну банджи и так уже последние недели пытается прям усиленно убить онлайн василисе ну да ладно ну естественно в рамках игры игроки у которых есть специальный выброс возбросить при смерти когда будут убиты мы воспользуемся этим чтобы нарисовать базовую линию для верхнего предела специальных вас в условиях испытаний воспитания хозяйства на второй неделе мы переходим к ограниченной версии ящиков с бэбипасами где в каждом раунде появляется только два ящика то есть появляются те что появляются при первоначальном появлении каждой команды хотя игроки по прежнему будут терять специальные бэбипасы при смерти они не будут браться специальный кубик и в этом варианте доступности специальный бэбипасов будет находиться между текущими системными значениями счетчика бэбипасов и предыдущими значениями возрождения в течение первых двух недель мы соберем значительный объем данных и отзывов о том как чувствует себя и играют оба вида оружия чтобы в дальнейшем настраивать специальные системы бэбипасов для испытаний планируется вернуться в текущей версии подсчета бэбипасов на третьей неделе испытаний пока мы не сможем дополнительно настроить значение эти улучшение нот свапа в обновлении 736 в соседалке и в испытаниях ну то есть пусть экспериментирует с этими ящиками посмотрим переходим дальше там и в обновлении 736 в соседалке и в испытаниях течение первых двух недель пока мы проводим эксперимент с ящиками с бэбипасами мы выпустим улучшенную версию модификатор нот свап который теперь удалит энергию способности если вы изменить типы бэбипасов к оружию вашим критическим или энергетическом слоте в середине использования то есть нельзя будет пушки менять из-за этого у нас сбросится ну короче как когда мы меняли экзот экзотические шмотки это у нас теперь будет бросаться пушки блины это фигово на самом деле потому что мы пушки меняем к примеру там когда купол появляется или кладезь на последних раундах чтобы можно было кого-то в этих кладезе там или куполе убить или снести купол при помощи того же самого как он называется автомата хвостова там или я короче уже не помню как он называется но не суть вы поняли про какой я говорю мы внедряем это изменение потому что возможность быстрой и свободной замены оружия среди боя сводит на нет недостатки использования оружия с ограниченным боезапасом и нарушает баланс между рисковым вознаграждением для предпринятия такого выбора но принципе да я могу накапливать полоску и если она у меня не накопилось я могу поменять стволы и соответственно получить назад патроны свои при замене с белых патронов поясняю это означает что вы можете меняться оружием с одним и тем же типом боепасов без штрафа а вот так вот то есть если я зеленку меняю на зеленку все нормально а если вот зеленку на белый патрон то нет блин это фигово потому что я допустим бегу из плазминка во второй слот на зеленых патронах и потом меняю на дробовик в первый слот хотя с другой стороны да тогда я смогу менять на эту пушку чтобы сносить купол смогу менять на хвосток или как она там называется экзотический автомат короче у которого два режима стрельбы он купол на раз-два сносит окей окей хорошо может быть хотя бы на автомат менять купола сносит золотые купола например если в вашем классическом слоте есть условная завершенность вот они тут вырезаны вы можете менять ее на ока солнца или любой другой оружие со специальными патронами в эту слоте без потерины однако если вы поменяетесь на бессмертного луна и портал или другое любое основное оружие с патронами в слоте но слаб активирует и истощит вашу энергию способности аналогично тому чтобы принять часть подкласса или классическую броню ну в общем это должно предотвратить появление случаев когда игроки используют специальное оружие и меняют его на основе но и сразу после израсходования боепасса чтобы лечить понимание состояние игры да вот такие у нас нехорошие игроки давайте закажем обновление условий предоставления слуг мы даже обновили наши условия предоставления слуг уделив особое внимание манипулированию подбором партнеров в дальнейшем на вере манипулируем подбором партнеров с целью получения нецеливающих будет толстый учетом используемой учета записи смурфов данного нового созданной записи или щита да или внешне встроенных инструментов будут наказываться как правонарушение подлежащие запрету то есть если вы я правильно понял да то что если вы будете там пользоваться допустим или пьяном или если будете начать такого прыгать то можно можете бан получить ну посмотрим как это будет развиваться просто банджи не первый раз такие вещи пишут ну и люди как-то не особо замечать последствий все все равно продолжает делать что они делали сюда входит попытки обойти любую нашу систему подбор партнеров сейчас защиту от сброса точнее защиту от версии от того что одна команда переезжает другую в рангах и с подбором на основе навыка учебная запись муж определяется запись которая была намеренно заблокирована или подвергалась саботажу течение длительного периода времени что представлять собой сейчас это наверно на английском короче да вот если вы создаете аккаунт какой-то специально чтобы им пользоваться ради того чтобы облегчить все матчмейкин да то это будет пресекаться игроки которые будут использоваться эти аккаунт в дальнейшем будут подвергнуты баном и ограничение зависимости от серьезности злоупотребления на самом деле очень размытая формулировка это может подразумевать что угодно то что вы я не знаю это можно привязаться к пример тому то что я какого-нибудь человека который только-только начал играть к себе в лобби позвал и мы пошли в другом матчмейкинге это не повлияет игроков который играет законно команда смешанного мастерства например тех кто помогает другим игрокам а все все окей окей вопрос нет или заработать адепты воспитания косилиста на сража который играет товарищем по клану кроме того все первоначальные предупреждения либо она будет проверяться командой вручную ну короче это будет долг я так понял что это в основном касается тех аккаунтов которые люди бустят правда непонятно наказывать будут эти аккаунты или эти аккаунты и тех кто и бустит типа исправление на примечаниях патчу 735 2 измене которые должны были поставляться с обновлением 736 были ошибочно включены в примечание к исправлению 735 мы скорректировали значение призовых баллов чтобы сделать их менее изменчивыми более предсказуемой система начисления очков соревнованиях оценивают очки которые вы набираете или теряете зависит от того насколько хороша вражеская команда по сравнению с вашей собственной и насколько вы ниже ожидаемого ранга в данный момент однако при возможных значениях от 5 до 275 суммы возражения часто оказались случайными уменьшили возможную разницу до 50 и 200 что должно сделать значение вознаграждения в меньшем количестве игр сомнительными и уменьшить величину колебаний которые вы могли бы получать между играми награды за оружие после игровых испытаний теперь будут выдаваться только за оружие на неделю например если же недельное оружие адепта призыватель все попадающие после игры предметы также будут призывать чтобы людям было проще таргетировать роллы интересующего их оружие здесь не 2 при обновлении баланса к свету у пушек будет добрый день ребята эта команда оружейников с изменениями баланс для этого релиза он небольшой с большинством изменений на касающиеся оружия поставляем до степа оружия к свету все эти изменения касаются базового урона от оружия с учетами случаев когда указанное иное и они применимы как пвб так и пве гранатометы с казенной частью используют сейчас пве короче вода 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 увеличен урон от попадания прямого 40 процентов это дает примерно 15 процентов усиления урона хотя общий урон варьируется зависимости от характеристик радиуса взрыва уменьшен радиус взрыва дезинтирующий гранаты как наносящий урон так и дезинтирующий 15 процентов лады легкие луки пострадали от нерфа базовый урон от легкого лука увеличен на 6 процентов лимонарх и исполнители желания не будут затронуты этим изменением ну типа люди мне так понял не понравилось что вдруг попадание в тело нельзя будет убивать можно ли будет это делать теперь ну надо это считать это изменение помогает наносить немного больше урона как бы сказать в тело и легче убирать добивать раненые цели не превышает точность наносимого урона что касается высокоточных автоматов всесходительное вооружение среди большинство видов оружия стали менее снисходительными базовый урон снижен на 5 процентов но опять же я подумаю что за этого 450 автоматы немножко потесняться 600 ими автоматами потому что ну шире 5 процентов это у нас сколько у них сейчас там такие 08 пол и станет там сколько 83 87 как-то так ну в общем посмотрим типа сейчас 600 автомата неплохо себя чувствует ну по крайней мере испытания осилиса люди видела часто пользуются и я думаю это даст нам возможность поиграться еще что касается револьверов 180 к адаптивности 40-х они нуждались небольшие доработки и бла-бла-бла-бла-бла-бла высокоточные револьверы до 140 могут а 180 пардон могут наносить стражам тинской за потерями с 2 крита и два тела ну тыс к параметры стоимости то есть можно быть два раза голову попал два раза тела попал и более просто будет наносить три критических ударов кушать это убили страж какого-то для питания и двумя попаданием тела и потом сможете тебя броню в 3 папа увеличен базовый урона 6 процентов а у адаптивных револьверов элитов уже 140 увеличена дальность стрельбы до для того чтобы вы смогли их на поле далеких станций убивать с рукой сил голову и также банджи компенсирует снижение урона от срывоопасных от зерва опасных патронов так чтобы они могли стрелять разрывными патронами так чтобы можно было с трех выстрелов голову убивать стража с любым количеством стойкости на оптимальной дистанции увеличен уровень от выстрелов тела на 1 процент увеличен арктические попадания на 4 процента импульсная винтовка скорострельность увеличено вращение так у быстрых да вот у 540 импульсных кто увеличен так сказать они станут более прощающими позволит вам нанести 8 ударов крит чтобы убить стража с низкой стойкостью увеличен уровень от выстрелов тела на три с половиной процента увеличен арктических попаданий на один процент вот я кстати думаю многие любители 450 автоматов пересядут на 540 импульсной винтовки потому что ну вот я к примеру тоже планирую попробовать надеюсь я не заиграю потому что ну и после винтовки 540 это еще с первой части мои любимые типа оружия в адресе так что надеюсь они будут играться хорошо также легкие это вроде бы 450 до импульсной винтовки увеличен урон от выстрелов тела на 6 процентов увеличенного от критических попаданий на 3 процента у адаптивок это 390 импульсной винтовки вроде бы до увеличенного от выстрелов тела на 5 процентов увеличенного от критических попаданий на 2 процента винтовка разведчика у двухсотых по скорострельности 208 уличный базовый уровень на два процента у дробовиков у точных дробовиков отправлена ошибка округление за который высокоточный дробовикам требовалась она дополнительной пулей чтобы убить стража с максимальной стоимостью показать экзотики шоп очаря возвращается и его можно будет крафтить поэтому мы банджи хотели бы убедиться что это мета выбор урона его дпс уже приличный поэтому увеличивая его резервы выпасов существенно увеличивало потенциал нанесения устойчивого урона увеличено количество выпасов с 18 до 24 без учета модов на резервы ну что ж мета шопота первя и божественность возвращается хотите сказать тысяча голосов уже наносит огромный урон за выстрел у нас быстро закончились заканчивались патроны чтобы было трудно оправдать его использование постоянно другими вариантами со сотен урона мы увеличили резервы чтобы помочь с этим увеличено количество выпасов 7 до 11 без учета модов на резервы блин это что получается придется мне доставать тысячу голосов из хранилища но просто если будет продолжительная фаза дпс то есть будет варик эти пушки доставать ну естественно надо будет проводить тест дпс и так далее да и тогда будет понятно но посмотрим ртутная буря была одним из лучших основных видов оружия для папы есть с тех пор как он был выпущен на сезоне охоты и пришло время немного вернуть его назад с этими изменениями накопление гранат происходит медленно и они наносят меньше урона но учитывая что раньше за один магазин можно было получить три гранаты и карты гранат положа поражала как тяжелый гранатомет это все равно очень надежный вариант увеличено количество до увеличено количество выстрелов для запуска ракет на 50 процентов а это не меньше но он гранат по площади поражения против против мобов на 37 5 зачем ну типа да я понимаю пушка эффективная но я с другой стороны уже сколько прошло времени с тех пор как эту пушку давали запрет заказ можно наверное людей и решить жалко пушка последнее слово увеличен базовый урон на 6 процентов это твоя или что или вообще везде не совсем понял по власть ворда серьезно он там вот так на гепатии разваливает ладно предтеча непреднамеренно получил бы получил бонус критическим урон основного боевого оружия мы исправили эту проблему и увеличили базовый урон для компенсации увеличен базовый урон на 6 процентов а я не совсем понял у часу от притечи на любой стойкости вроде вывивать за три грита типа они его бафают еще или убирают а у него баф урона был по моему на 20 процентов из-за чего он третапал а сейчас будет на 6 процентов то есть на 14 процентов меньше и скорее всего на максимальной стойкости за этого нельзя будет с него убивать за три выстрела но мне это кажется сейчас логичнее потому что очень многие бегают с притечу да и там помочь какого-то бага со смены груди можно было менять пас вроде бы этот баг убрали но люди все равно так или иначе бегают притечу и она очень сильно раздражает у нее очень много патронов в текущей источнице да и из-за этого она прям пилит хорошо особенно это было заметно на последний карте я хоть поиграл там немного и успел побомбить с того что мы там с винтовкой розетчика стоять но по сути притечи это замена снайпы в новой мете было так что да хорошо сюда нерфил надеюсь на десятой стойкости можно будет это переживать но опять же плюс копилку стартов что касается перков паук-отшельник возвращается вместе с мастером оружия бла-бла-бла короче увеличен урон к урону с 20 точнее уменьшен урон бонусный 20 процентов до 15 у мастера оружие ну то есть когда этот перк срабатывает когда вы с какой-то другой пушки убьете в какой-то другой слот и у вас увеличится урон на этом пистолете пулемете и когда вы с этого пистолета пулемет кого-то убьете у вас там тоже увеличится урон ну типа окей первая версия великолепного воя у лунного воя была супер сильный горе после выхода ее переработать так что она перестала играться по п но перевожу теперь когда лунный бой возвращается мы хотели вернуть потенциал стражам за то что вы могли убить этого за того пусть его пп на строковом револьвере напоминаю но приложив немного больше усилий вот описание нового перка количество точно финальных ударов или перезарядки влияет на общее количество раундов величиной дальности и урона точно финальные удары при активном великолепном вою увеличить эффект на дополнительных раундов короче для того чтобы убить иду против противника духу и целого гола вам до этого надо будет какое-то количество противников убить в принципе с этого револьвера причем в крит ну короче это хокмун по сути да но чуть более сложной в реализации по ходу то есть там нам просто надо критин отстакивать а здесь надо буквально людей убивать ну в игре естественно чтобы микро ракета имела смысл версии горки с запрогольным запуском подавла вода вода придавший роль переработал этот перк чтобы сделать чтобы сделать его неотъемлемым оружием и теперь наносит меньше урона против игроков придав ему значительно больше самым самым физическим импульсом так его можно будет как рокет джамп использовать если вы там старые игры покойка играли то вы знаете о чем речь скорректировать урон от пвм чтобы он мог конкурировать с другими гранатометами с казенной частью окей немного увеличена скорость безрядки перк проницаемость исправлена ошибка из-за которой из-за этого перка меч тюряги да зависал на типе урона нитки но это тот меч который раз с уничтожением появился недавно изменение только пвп касаемо флинча да то есть того чтобы у вас шатался прицел пока по вам стреляет то есть это шатание прицела может оказать рандомизирующий эффект на дуэли поэтому чтобы увеличить награду за умелую стрельбу мы уменьшили флинч основного оружия по всем направлениям уменьшен урон всего основного оружия на 15 процентов также солнечный выстрел стал очень неумолимым из-за новых изменений в источнице и нуждался в усилении для решения этой проблемы увеличен точный урон на 11 процентов урон от выхода губителя желания носил слишком большой урон поэтому мы скорректировали базовый урон оружие для компенсации базовый урон снижен на 5 процентов то есть губитель желаний еще нерв получит исправлено некорректное количество патронов для некоторых видов оружия в счетчиках наград и ящиков снижена стоимость фрагментов ниток начиная с действия 2 к свету 9 апреля мы снижаем стоимость фрагментов нитей с 200 медитационных нитей до 100 то есть два раза меньше придется гриниться сутичном не амуне мы надеемся что это изменение позволит игрокам навестать упущенные фрагменты для своих сборов нитей пока вы готовитесь финальной форме круто круто пропуск нового цвета по так сказать прохождению сюжетки и новые комплекты нового света мы призываем стражей всех уровней опыта присоединиться восстановиться и приводить друзей на битву против свидетеля хотя компания нового света признающие игроков как впервые знакомы с такими играми как ктс и 2 она может быть не подойти тем игрокам которые уже имеют опыт игры в шутерах от первого лица ну хорошо но поиграют и ничего с ними не будет такого просто странная какая-то фраза надеюсь старичкам тоже будет доступна эта миссия будет неплохо пройдите посмотреть и получить комплекте нового света поднимитесь на башню вместе с билетом аркаде начинаем а ну и кораблик который у нас был первой части с которого нас началась сюжетка и с которого у нас начинается 2 части нового цвета начинать десеринга к свету после завершения второй миссии нового света шоу-ханта просто осинкринизирует все кораблем на космодроме предоставив новую возможность засочно покинуть учебное пособие нового цвета и отправиться прямо в башню возможность пропустить новый цвет останется с вами до конца вашего пребывания на космодроме и независимо от того когда вы уйдете вы все равно будете получать важные награды такие как ваш корабль и ваш сперл так что не беспокойтесь о том что вы пропустите и решите пропустить корабль останется как на стомодроме на время восстания стражи на время того как вы проходите сюжетку поднятия стража вашего да то есть это миссия нового цвета поэтому игроки решившие не пропускать игру сразу могут сделать что в любое время после этого да собственно два варианта есть типа исследовать космодром для новых игроков где с ней и другим таким вот игрок и присоединяйтесь на фронте поставить для игроков которые уже знакомы с игрой с играми как 202 и хотели бы это все дело пропустить в общем все для вас или погружаетесь узнавайте так далее инструменты для работы новые комплекты света светильников для чтобы сократить разрыв силы между стражами более опытными стражами игроки теперь смогут отправиться башни вы будете к европу подобранную вручную икору и авангард новый комплект света это комплект содержащий специальный набор снаряжения и способности под класса эти наборы посвящены фантазиям определенного подкласса чтобы помочь игрокам быстрее освоить создание предметов и дать им почувствовать вкус этой складкой космической магии всего представлено 9 комплектов по одному для каждого лёгкого подкласса света игроки могут передавать на один для каждого класса наслаждайтесь то есть вот так вот все это выглядит в игре рекомендуется для новых игроков пустотный подкласс к примеру бегайте на бомбу кидайте в солнечный варвах у нас также будет электрический варвах и так далее ну посмотрим как новичкам каждый новый комплект света содержит лишь далеко заgang 2 легендарное вида оружия одной физическое оружие четыре редких предмет disciples брони и предмет легендарного класса способность подкостные такие как консульт Post Ree科 и фрагменты также будет кроме того новые комплекты света также предоставят игрокам короткий квест по завершении которого они получили часть экзотической брони новые комплекты света будут доступны своими игрокам поэтому горит если вы новичком он хочет прокачаться вернувшись имеет игрокам который хочет Шагнуть современной пистолетчицу или ветераном, который хочет запустить нового персонажа икора, поможет вам подготовиться к предстоящей битве против свидетеля. Новые обои для рабочего стола. Часть предстоящих обновлений нового света. Мы подготовили для вас несколько действительно милых обоев. 16 на 9, Охотник, Титан, вот это вот все. Ну, кому захочется, можете добавить. Для мобильника и так далее. Обновление чата по умолчанию. В действии 2 к свету вносится некоторые изменения в чат, чтобы игроки могли проще общаться с другими игроками. 9 апреля обновить их в чат, чтобы можно посадить их в разговор. Ну, то есть синяки вас будут доставать больше, я вот так вот. В рамках этого обновления мы также обновим наши новые правила языковой притракции. Мы также продолжаем отслеживать и проверять их эффективность. Некоторые игроков в чат может быть запрещен по умолчанию после обновления. Это сделано специально для наших молодых игроков. Для получения дополнительной информации познакомьтесь с требованиями в дате рождения и так далее. Также тут у нас вернулось железное знамя. Сейчас оно на этом деле проходит. Это наша первая возможность работать на лодонатомет. Переделанный пистолет-пулемет-мультимах. И так, даже если вы уже получили эмблему данника или титул железного лорда, у вас есть две более веские, очень веские причины вернуться. То есть у нас это будет осада, испытание легенды. С выкодом Дейсни-2 на пути к свету 9 апреля выходит новое защитное действие на основе ПВЕ. Ну, короче, Tower Defense. Осада. Чтобы отпраздновать выпуск, мы хотим находить стражей, которые одними из первых преодолевают режим наивысшей сложности. Начиная с 9 апреля, когда будет обновление 7D6, первые три команды, прошедшие все 50 вовы сложности легенды, получат семидюймовую мини-копию шлема Лорда Джакса на каждого члена боевого группы всего по 3 накопления. Нет, спасибо. Я такую же на 3D-принтере могу себе сделать, если мне надо было. Мы объявим победителей в ТВАБе на следующей неделе и свяжемся с победителем после этого на Банженет. Это испытание, доступное игрокам в США и Канаде. Ну тогда тем более, до свидания. Отчет службы поддержки игроков. В действии 2. Доступ к функциям. В прошлом месяце мы внедрили требования к дате рождения, как подробно описано в нашей статье. О требовании к дате рождения некоторые игрокам могут быть недоступны определенными функциями в зависимости от возраста или региона, такие как покупка серебра или текстовые чаты. Известные проблемы. Предпоединение титула чемпиона игр стражи не меняет позолочный счетчик. Версии оружия города Грёз и сезона желания не отменяют шейдеры Бернишет и бывшие в Дримс. Винтовка-развечка Лат Трайт имеет такой же внешний вид, как винтовка-развечка Пророк. С испытания Сирис. Ну и дальше у нас улыбка продолжительства недели. Видосики кому-либо будет с котиками. Ну и на этом, в принципе, у нас все. Вот на этой неделе. На следующей неделе у нас будет осада, корабль и арсенал оружия, повторные эзотические миссии, повторная кастомизация персонажей. Этот список можно будет продолжать. Не забывайте сидеть с собой, делайте перерывы по мере необходимости и обязательно подписывайтесь на наши аккаунты Destiny 2 Team и так далее. Неделя должна быть веселой. Мы вернемся на следующей неделе с другими твапами. А пока будьте добры друг к другу и спасибо, что проводите с нами время. Команда сообщества Destiny 2. Вот. Такой вот у нас получился объемный видос аж на 40 плюс минут. Но твап, как вы видите, немаленький. Здесь есть что посчитать, есть что посмотреть. И, ну, естественно, тайм-коды у меня будут на все вот это дело, чтобы можно было ознакомиться по интересующим вас моментам. Ну, а пока что посмотрим. Может быть, у меня сейчас будет сегодня небольшой ИРЛ-стрим, где я попробую постримить с мобильного телефона, так сказать, пройтись. По окрестностям. Заодно там рассказать, что, собственно, я делаю во время перерыва. Ну, от тримов и от видосов. Посмотрим, в общем. Возможность будет настроение тогда под рукой. Если нет, может быть, попробую еще с комбаба бить стрим по десне и поиграть немного в Железное Знамя. В общем, по-любому сегодня будет небольшой подруб, где посмотрим, что нам там принес ЗУР. Будет видос, соответственно. Так что приходите, подписывайтесь, лайки ставьте, комментарии пишите на канал, подписывайтесь, колокольчик прожимайте, чтобы написать удаление в выходе новых видосов. Всем спасибо за просмотр и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok